всем привет буррито в мексике делают заворачивая в тортилью не обязательно обжаривают в некоторых случаях обжаривают начинка варьируется то такая то другая у нас в москве полно тортильи но я предпочту все-таки лаваш листовой тонкий лаваш а ингредиенты вот они перед вами их не так много начну в общем то обжарю луковицу нарежу некрупно вы видите пару помидорчиков кукурузу консервированную ну в мексике не консервированную применяют но мне не в мексике обжариваю лук на растительном масле но это не рапсовое масло как в мексике опять же но в данном случае у меня смесь подсолнечного и алико немножко кориандра пол чайной ложки я был в мексику пол месяца провел интересно было очень тортильи перепробовал огромное количество и буррито попробовал тортильи пшеничные кукурузные такие вот такие такие ну не они не все понравились но штука хорошая перчик у меня замороженный но это остатки на зиму я замораживал сейчас уже начало лета и и вот этот перец у меня заканчивается то есть если сейчас уже перцы появились свежие используйте их к рынке купите помидорчики 2 я применю примерно на четверых сегодня четыре буррито буду делать помидорчики нарезал некрупно шкурку можно удалить помидорчиков а можно сделать вид что она тоненькая вот я сделали что она тоненькая а вы сделаете вид что мне поверили ну на самом деле она была достаточно тоненькая немножко чили ну в данном случае это турецкая острая паприка любой чили может быть кусочки зеленого перчика острого тоже очень хорошо сюда лягут да и красного тоже порядка 200 граммов фарша говяжьего тоже из запасов был заморожен довольно жирный пошина посолил работаю на максимальном нагреве мясо минут 7-8 она практически будет готова почему лаваш тонкий лаваш во многих странах мира делают с довольствием едят но и практически во всех этих странах что-то в него заворачивают удобно просто мясо потеряла свой розовый цвет кладу помидоры ну как вариант можно кусочки помидоров термообработки не подвергать потом когда будет обжариваться этот буррито условно говоря буррито буррито в лаваше помидорчики прогреются дадут сок и будет тоже здорово ну вот два варианта либо вот так либо просто в начинку сырыми ну в принципе начинка практически готова но еще подержу немножко чтобы стало несколько более густой менее текучий осталось добавить кукурузу и зеленый лук еще я добавлю ну как я уже сказал разновидности могут быть начинки но очень даже разные сыр тоже пойдет когда я буду сворачивать этот рулет или ролл я добавлю сыр кукурузу готовить не надо я нагрев выключил и подожду чтобы остыло немножко все мои новые видео выходят на моем телеграм-канале трижды в неделю вы можете смотреть их на ютубе одно видео в неделю в фейсбуке периодически или в контакте в дзене но по сокращенной программе там как-то я публикую те из вас кто по какой-то причине не подписался на мой телеграм-канал и вам интересны мои видео я вас прошу еще раз убедительно прошу подпишитесь у вас это займет пять минут и никакого напряга в дальнейшем не произойдет вы можете смотреть новые видео на телеграме а можете вообще туда не заходить это ваше дело но если вы подпишетесь вы поможете развитию моего телеграм-канала ну надо же как-то зарабатывать в данный момент я вообще никак ничего не зарабатываю я не плачусь просто я развиваюсь на телеграме и вас туда приглашаю спасибо тем кто подпишется у меня две разновидности лаваша вот этого тонкого вот этот дырчатый я его сам ем с удовольствием дырочками нет проблем но в данном случае лучше применить без дырочек вот вторая разновидность то же самое только без дырочек кому что нравится ну мне нравится и то и другое но то что я сейчас готовлю лучше использовать лаваш без дырочек потому что когда сыр потечет через дырочки будет неправильно режу этот лист на 4 часа ну практически крест на крест сыр можно натереть а можно вот так вот взять из контейнера у меня в холодильнике всегда для завтрака но более тонкие беру вот эти пластины где же пластинки такие вот вполне достаточно сыр лучше взять молодой типа сулугуни моцарелла или слабо выдержанные как у меня сейчас не то чтобы совсем молодой это не рассольные тоже слабо выдержанные просто кладу и ну как-то заворачиваю ну вот сам простым образом ну стараюсь стараюсь довольно туго свернуть ну не так чтобы начинка полезла из всех щелей возможных ну и сворачиваю роллом цилиндром ну просто-напросто жарю на сковороде иногда такие штуки жарят в полу фритюре или даже во фритюре ну это для кафе нормально сразу чтоб 10 можно за пару минут поджарить жарила слабом нагреве переворачиваю ну примерно с четырех сторон и обжарю ну степень обжарки вот у меня такая чебурека обратно выглядит привлекательно ну что там внутри в принципе можно наверное не показывать но я знаю что все очень любят обычно чтобы увидеть но хрустит эта штука совершенно точно однозначно то что очень вкусно даже не сомневайтесь сделать просто и быстро тоже всем приятного аппетита пока